Всем здорова, UFC, Абудаби здесь, Тапурия против Холувея, возвращение Чимаева против Дикого Топа Уитакера, DC до сих пор приходит в себя, заруба, шары булета, последний шанс Анкулаева проявить себя, что же там произошло и еще очень много крутых боев наших ребят. Все это сейчас обсудим, это обзор всего турнира, всех боев, с вами Евгений Ткаченко, пробивайте лайк за рубрику и погнали! Начинаем с разогрева, полусредний вес Ренат Фахтридинов вышел на свой пятый бой в UFC, у него 4 победы, 1 ничья, силен в борьбе, опасен ударом, правда были проблемы с кардио, иногда. Против него дебютант вышел на коротком уведомлении, сильный ударник, 20 побед в карьере и 10 нокаутом. В этом бою Ренат сразу попробует бороться, но дебютант заблокирует первые попытки, начнет отбиваться, пробивать лоу-кики, у Рената переводы вообще не шли, за весь бой он сделает всего 2 тейкдауна из 19 попыток, ну а в стойке он никогда и не был силен, бил мельницы, пытался что-то отвечать, бразилец его по очкам вдвое перебил, тем не менее победа ушла здесь именно Ренату, это конечно было смешно, кто смотрел бой тот знает, но я выбирал в прогнозе Рената, поэтому судьям все прощаем. Это тоже прикольный бой, Исмаил Наурдиев, может кто помнит, бился в UFC 5 лет назад, с рекордом 2-2 ушел набираться опыта, за пределом UFC добудет 4 победы, трижды проиграет и вот сегодня вернется. Против него опасный ударник Бруно Силва, сейчас у него очевидно закат карьеры и за последние 2 года он 5 раз проиграет и всего раз победит, как-то даже было стремновато. А вот здесь уже все было в одну калитку и даже не интересно, Исмаил был намного активнее и в движениях и в ударах, он бил серию с рук, заканчивал ногами, на редкую атаку Бруно нырял в ноги и бросал. Как только бразилец пытался проснуться и пойти вперед, ему тут же залетала двойка и проход, и вот в таком темпе Исмаил отработал, не дав ни единого ему шанса. Ну а Бруно, я думаю, пора увольнять, он просто мешок для битья теперь и у него одна победа и 6 поражений в последних боях, но это никуда не идет, а Исмаила с возвращением. Едем дальше. Фарид Башарат непобежденный боец, а у нас их сегодня было много. Выносливый, с борьбой, без ударной мощи представлял Англию и в UFC у него 3-0. Напротив стоял Виктор Хьюго, у него стиль поприкольнее, он ищет нокауты, удушки и проигрывает ровно так же всегда, досрочно. И тут Хьюго пытался дать интригу, Башарат, да, был скоростной, перебивал, много двигался, но Виктор разок как пробьет, было слышно на всю арену. Были от него и лоу-кики, мое почтение, залетали и тяжелые одиночные, и даже в борьбе он пытался выйти на скрутку пятки или закрыть треугольник. Но Башарат от всего отлично дефлся и на скорости по очкам разобрал этого лысого паренька. Победа ушла Фариду Башарату, и он по-прежнему не побежденный. Дальше у нас были тяжи, кунг-фу панда Крис Барнетт вышел веселить народ, у него в UFC 2-2, и он до сих пор вырубает людей даже в свои 38 лет. Напротив был дядька немножко повыше, Кеннеди Нзе Чукву, отбывает он в тяжах свой номер, просто дерется, 6-5 в UFC, сами понимаете, звезд с неба парень не хватал. Барнетт сразу начинает крутить вертушки, заманивать соперника и очень хотел пробить своей тяжелой банкой. Но Кеннеди все понимал, он с дистанции разбивал киками корпус, прицеливался, но бить ему долго особо и не понадобилось. Барнетт еще когда выходил в октагон, подпрыгнул и криво приземлился в стиле Артеги, отчего скорчился. А после, когда крутил очередную вертушку, травмировал свое бедро или колено, не было понятно. Но после этого он замедлится, встанет около сетки и Кеннеди его разберет руками, коленями и закончит бой в первом раунде. Летим дальше, интересный бой. Броно Феррейра, Люта Рубака, Финшор, ни разу не доходил его бой до решения и почти все бои он закончил нокаутом в первом раунде. Противостоял ему Абусыпян Магомедов, который ловко ворвался в UFC, победил, потом его пыл остудил Шон Стрикланд. Дальше был еще один проигрыш и потом он закрывает красную серию, побеждая Ворли Алвеса и на сегодня у него в UFC 2-2. Магомедов в этом бою не спешил, он работал с дальней дистанции ногами, отбивал корпус и ноги мощному бразильцу. Феррейра очень хотел зайти на ближнюю дистанцию и пробить парочку боковых, долго он не мог его догнать, но в середине второго раунда найдет свой момент. С правой руки потрясет Магомедова, тот поплывет, но сможет зайти в ноги и спастись в борьбе, но после Бруно почувствует кровь, зажмет его в сетку снова, потрясет Магомедова серией, но снова Абусыпян спасется в борьбе. Почти ничего в ударке не получалось сегодня у Абусыпяна, его шатнули и в третьем раунде, благо у него была борьба и она опять его спасла. Там он развил свой успех, вышел на ручной треугольник и закончил бой. Ну красава, что сказать, поздравляем Абусыпяна с победой. Далее легковес из Кыргызстана, Мактыкбек Орлбай получил свой третий бой в UFC. Он молодой, сильно борьбой, такой заряженный и обещал раскатывать каждого, как делал это Хабиб. Против него вышел жесткий поляк, который либо вырубает соперника, либо душит, шел в UFC 3-0, но в ластецком бою промахнулся и был сам забит и нокаутирован. Поляк твердо стоя на ногах, пошел качать корпусом и отгружать страшные боковые. Орлбай решил биться в стойке, много пропускал, пытался отвечать и сам. В концовке он сможет даже уронить Матеуша, но у самого жестко закроется глаз и его едва не снимет врач. Во втором раунде началась уже страшная бойня, они кость в кость сражались, у Орлбая стал закрываться уже и второй глаз. У поляка открылась лютая сечка, он был весь в крови. В третьем раунде на старте Матеуш срубит право и Орлбая в нокдаун, пойдет добивать, Кыргыз выживает, встает, защищается, он весь в крови. Матеуш пробивает под полтинник ударов, очень хотел его закончить. Но как Орлбай все перетерпел и как он поднялся, это жесть, он еще и свипанет и побьет сверху и заберет концовку в стойке. Это был невероятный бой и сразу заявка на бой вечера и победа в очень близком бою раздельным решением ушла Матеуша Ребецки. Хотя, лично я считаю здесь проигравших нет. Дальше в полусреднем Джефф Нилл, сильный ударник с невероятной защитой от борьбы, вышел против Рафаэля Дос Аниса, бывшего чемпиона, который продолжает держаться на плаву. Джефф шел после двух поражений и в таком же положении был и Рафаэль Дос Анис и вот что здесь произошло. Джефф вылетает и почти сразу роняет с двойки Дос Аниса, пытается добить, не получается, дальше Джефф его бросает, начинает уже там бить сверху. Рафа поднимается криво, опирается на правую ногу и травмирует себе крестообразные связки, бой окончен. Вот так вот Джефф Нилл быстро забирает победу и хоть у Дос Аниса случилась травма, но как будто бы шансов у него все равно не было. Закрывать карт поставили двух новичков, Ибо Аслан, чувак из Турции, нокаутер 9-0 и все досрочно, ну, нокаутом. Против него Рафаэль Серкера, будет Секера, он дебютант и у него тоже один нокаут, он еще не побежденный, ну прям сильно. И тут было еще быстрее, Аслан на первых секундах сразу левым через руку потрясает Рафаэля, тот плывет, зажимается в сетку, Аслан разряжает два десятка боковых и бой тормозят. Ну вот так вот минута или даже меньше и заканчиваем предварительный карт на красивой ноте, едем дальше. Открывал главный карт на UFC в Абу-Даби именно Шара Буллет, он же Пират. Шара круто ворвался в UFC и продолжает стабильно и часто выступать, у него за год ровно три победы. О нем говорят, его бои смотрят, зрелищный удар, размены, ноги летят, вертушки, акскики, он принимает любые бои с соперников и этим очень нравится руководству UFC. Против него Армен Петросян, бывший спарринг-партнер, как рассказывают свидетели их спаррингов, шансов Шара ему раньше не давал. Но с тех пор многое поменялось, у Армена 3-2 в UFC, в ударке его все побаивались и он никому там еще не уступал. И побили его дважды только за счет борьбы, Шара же бороться здесь не планировал. И как же они сразу начали зарубаться? Армен пошел вперед, бьет лоу-кики, клинчует, после разряжает серию, Шара пропускает и идет в зарубу сам. Он на какое-то время перехватывает инициативу, оверхенды с дальней руки залетают, на разрыве бьет кики, ноги плюс корпус. Шара начинает давить, он очевидно завелся и почти каждый его левый оверхенд залетал точно в бороду Петросяну. Во втором Петросян продолжал бить лоу-кики, уже было около 40, Шара пытался финтить и как-то тяжело его подлобить, его атаки были разнообразные. Там залетал и жесткий хай-кик, количество панчей от Армена начало снижаться, если в первом раунде он перебил Шару, то во втором они шли ровно, пока, пока в концовке Армен не сближается и Шара его не подловит точным бэквистом, тот падает в нокаут. Вот это да, вот это была жесть, там бэквист в одну сторону и сразу в другую, прикиньте, и тот падает, вау. Я думаю это 100% бонус, Шара точно заслужил, поздравляем этого красаву. Дальше у нас полулегкий вес, Лерон Мёрфи, непобежденный проспект, сильный универсал, который выступает не часто и не сильно шумит, но главное побеждает, 6 побед в UFC и одна ничья. Против него Дэн Игги, ветеран, крепкий дядька с ударом и борьбой, топов он правда не тянул, но зато отлично тестировал молодых. Мёрфи начинает аккуратно, но Игги был сильно заряжен, он успеет сделать крутой перевод, а после даже уронить в тяжелый нокдаун и едва не лишить Мёрфи нолика в графе поражений, забивая около сетки. Лерон вышивет и будет навязывать уже свое, когда Игги немного устанет, пытаясь добить в первом. Но в решающем третьем Дэнчик попытался собрать свой опыт в кулак, делать грязь, ключевать, бороться, цепляться, у него это получалось. Мёрфи сможет вырвать концовку, пытался там даже задушить, но все-таки они дошли до решения, где победа ушла в тяжелом, близком бою Лерону Мёрфи. И одним из самых громких боев на UFC в Абудабе был бой Магомеда Анкалаева и Александра Ракича. Магомед преследовал цель титульного боя против Перейры и готов был драться с кем угодно. Его акции были не самые высокие, но ему нужна была еще одна крутая, уверенная и желательно досрочная победа перед боем за пояс. Против него вышел крепкий, мощный Саша Ракич, который сейчас идет после двух поражений. Были у него сложности, связанные с травмой и большим простоем, но он по-прежнему невероятно опасный и в борьбе, и в стойке. Все были уверены в легкой прогулке Анкалаева, но я так точно не считал. Ракич сразу пошел накидывать свои страшные лоу-кики. Мага прессингует, выцеливает и готовит прямой, хотел пробить точно между рук в бороду. Но Саня держал блок высоко, постоянно смещался и чередовал этажи ногами. То лоу-кик, то хай-кик. Анкалаев был успешен, но ноги были уже красные. Ракич первый раунд, скорее всего, забрал, но интересно было, как дела с его быносливостью. Во втором раунде Магомед не сбавлял давление, он преследовал и охотился. Ударов выбрасывал немного, но все они были силовые. Ракич потихоньку стал замедляться, уже больше думал о движении, а не о ударах и решил пойти даже в клинч. Но быстро его проиграет, хотя по очкам, по ударам они шли пока ровно. Дальше мага еще больше рисковал, порой прям бежал вперед в зарубу, пробовал даже локти с разворота в стиле Родригеса. Ракич просто бегал, просто вышивал, пытался бороться, клинчевал, сушил бой и это было грустновато. И даже в концовке они прободались в клинче. Но давайте честно, мага здесь хотел зарубиться и искал финиша постоянно, но Ракич был в этом не заинтересован от слова совсем. Его задача была, видимо, просто выжить, пройти всю дистанцию и, наверное, ему подсказал ее Дана Уайт, чтобы мага не получил красивого финиша. По итогу бой дошел до решения судей, победа ушла Магомеду Анголаеву и напишите, дадут ли ему теперь титульный поединок. Хотя, с другой стороны, кому еще давать? Неужели Куцелабе? В Кумоинвенте на UFC Абудабе UFC 308 наконец вернулся Хамзат Чимаев. Его не было ровно год. Последний раз он провел бой в среднем вести против Камара Усмана и было там тяжеловато. С тех пор он потратит год на улучшение формы, на наращивание массы, мышц. Ведь делать вес в категорию за сутки это никуда не шло. Хамзат перед боем сказал, что ему 25 минут не понадобятся и что Уитагеру нужно переживать не только за борьбу, а еще и за правую руку он и обещал ей срубить. Роберт у нас бывший чемпион и ветеран UFC. Летом нокаутировал в первом раунде Алискерова, который как раз и вышел на замену Чимаеву, когда тот снялся. После этого Уитагер терпеливо ждал предложений, либо титульник, либо Чимаев, но UFC решили сделать им еще одну попытку боя. Жнец собирался показать молодому и горячему, что в среднем весе все не просто так. А как вышло в итоге, сейчас узнаете. И что вы думаете, на первых секундах Чимаев сразу ныряет очень низко в ноги, переводит, забирает спину, делает то же, что и всегда, но ударов пробить пока не получается. Он забирает спину, но едва не упускает Роба и снова быстро его переводит. Конечно, раскатывал он его там страшно и как хотел. И вдруг за минуту до конца он закрывает удушающий, вернее, даже там не успевает закрыть или на секундочку, и Роберт сразу стучит, просто сразу судорожно стучит. Непонятно, было ли там так жестко или он просто запаниковал, ну, надо будет пересмотреть сумасшедшую быструю победу и опять с ним ничего не ясно, там кардио, ну, вы знаете. Поэтому ждем его, скорее всего, в титульнике. И в главном бою вечера на UFC 308 Илья Топория вышел на защиту пояса против Макса Холлоуэя. Топория молодой боец, 28 лет, за 4 года и всего 7 боев он смог добраться до пояса и красиво его забоевать. Сам по себе он яркий финишор, универсал, хорош в борьбе, но еще более опасен в боксе, давление, техника, разбор по этажам и желание всегда тебя финишировать. Противостоял ему ветеран и бывший чемпион Макс Холлоуэй, который продолжает сохранять свой настрой и всегда быть рядом с титульным поединком. Всю малину в его карьере испортил Волкановский, но Максат не растерялся. Он успел набрать крутую серию побед в полулегком, зачистив всех претендентов и также поднялся в легкий вес, где выдал нокаут года, вырубив Джастина Гейджи в бою за пояс BMF. Сегодня здесь была невероятная интрига, что же возьмет опыт, стабильность и профессионализм или молодость и универсальность? Давайте смотреть. И как обещал Топурия, сразу показала центр, хотел зарубиться, но Макс начал заводить свою катку, пошли точные длинные прямые в лицо. Илья заряжается на силовые, пробует и в борьбу, Макс его перебивает, больше попадает, там и локти на сближении были заготовлены. Там же и силовые Максата, Илья пробует в борьбу, но пока не получается. Во втором Макс решил больше зарубаться, и вот там Топурия порой попадал хорошенько, а главное вкладывался в тяжелые лоу-кики и передняя нога Максата сильно страдала. Очень круто Илья порой заходил на ближнюю дистанцию, это качание корпусом, эти силовые удары, голова Макса иногда и запрокидывалась назад. Макс, конечно, как будто бы начал чувствовать бой очень хорошо и уже сам застаивался, выцеливал, прицеливал, сбивал атаки, постоянная передняя рука его была в лице Топурии. Но как будто бы Матадор его заманил, и в середине третьего раунда он пробивает ему точно в нос, бам, Макс шатается, его трясет. Илья пошел развивать успех, накидывает боковые, включает берсерка, догоняет его правым боковым, еще раз, бам, Макс падает, и добивать его уже было не нужно. Вот это да, вот вам и Топурия. Макс Холувей впервые улетел в нокаут, и как я говорил, однажды этот урон скажется, и вот он сказался. Топурию поздравляем с победой, ну а Максу пожелаем здоровья. Пишите, что дальше для Макса, Топурии, Хамзата, Роба, Шары, ну и всех остальных ребят. Сами понимаете, много прошло боев, думаем теперь про будущие поединки и какие развязки нас ждут. В телеге сейчас обсуждаем турнир, куча подробностей, эксклюзива, видео боев, срочно ныряйте, прям срочно, шумиха страшная, жду. Субтитры создавал DimaTorzok